Внеурочные занятия педагоги области осваивают новые методики по переходу на 12-летнее образование. Пизанская башня Алматинского разлива. Новый девятиэтажный дом в южной столице накренился на 32 сантиметра. Жильцы эвакуированы. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Летние загородные лагери приняли первых отдыхающих. Внесены изменения и дополнения в закон Республики Казахстана о защите прав потребителей, который впервые в стране был принят 25 лет назад. Изменения направлены на создание новых и совершенствование имеющихся механизмов защиты прав потребителей. Об этом сегодня говорили на селекторном совещании Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики с регионами Казахстана. В режиме онлайн были полностью изложены усовершенствованные требования к продаже, возврату и замене товаров, детализированные условия выполнения работ и оказания услуг. По словам представителей областного департамента по защите прав потребителей, претерпели изменения права и обязанности продавца. Также расширенные права общественных объединений потребителей. В случае отсутствия потребителя документа, подтверждающий факт покупки товара, то потребитель может ссылаться на фото и видео фиксацию. Также информация, предоставленная потребителю на одном языке, либо на иностранном языке, считается непредоставленной и влечет за собой административную ответственность. Также дополнены обязанности продавца по обмену или возврату товара, как надлежащего, так и ненадлежащего качества. Руководство департамента Министерства по делам государственной службы знакомится с проблемами населения регионов. Выездное заседание в этот раз прошло в Текеле. Населению представилась возможность задать волнующие их вопросы руководителю департамента непосредственно. Нужно отметить, что спектр был разным, однако по большей части вопросы касались не лично каждого. О некоторых изменениях в законодательстве интересуются люди порядком поступления на госслужбу и прохождение тестирования, модернизации жилья и некоторые другие. Меня инфлянирует то, что сегодня ни один вопрос не поднимался вопросами обеспечения пенсий, пособий, других путевых обеспечений. Это говорит о том, что сегодня население в принципе повело. Раньше, когда мы принимали, было очень много, очень обстояли проблемы оплаты пенсий, детских пособий, выплаты пособий по инвалидности, по категории и ряд других, много-много вопросов было. Сегодня системные, постоянные вопросы – это вопросы ЖКХ, отопления, горячей воды, холодной воды, вопросы содержания, кондоминиума. О изменениях и дополнениях в земельный кодекс подробно рассказали жителями Скельдинского района. На совещании с участием фермеров в крае сотрудники областного управления земельных отношений остановились на трех нововведениях, которые вызывают наибольшее число вопросов у населения. Как пояснили специалисты ведомства, новые формы земельного кодекса предусматривают ряд льгот для граждан Республики Казахстан. В то же время аренда сельхозземель иностранцами будет проходить строго в рамках закона и под постоянным контролем. Ответили представители управления по земельным отношениям и на все вопросы, которые волнуют жителей края. По заданию главы государства мы проводим активную разъяснительную работу. У нас в районе организован колл-центр. Он работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Специалисты отделов земельных отношений и сельского хозяйства своевременно отвечают на все возникающие у жителей вопросы. Далее выпуск продолжит новости экономики. С ними вас познакомит моя коллега Айганом Султан. Добрый вечер, Айганом. Вам слово. Спасибо всем. Здравствуйте. Подписание соглашений и контрактов на сумму 260 миллионов евро. Таков предварительный итог казахстанско-хорватского бизнес-форума, который проходит в эти дни в Загребе. Приезд казахстанских предпринимателей в Хорватию стал логичным продолжением прошлогоднего визита инвесторов из этой страны в Астану. Об этом и не только в нашем ежедневном блоге. Внутренний валовый продукт Хорватии, вступивший в Евросоюз в 2013 году, составляет около 57 миллиардов евро. Треть всех доходов страны приносит сельское хозяйство. 20% составляет доходы от сферы туризма. Большими темпами также развиваются судостроение, строительство, автодорог, оборонно-промышленный комплекс, пищевая промышленность, фармацевтика и IT-технологии, в которых Хорватия успешно конкурирует не только с ведущими европейскими, но и мировыми производителями. Финансировать проекты, по словам хорватских инвесторов, можно как с привлечением средств самих партнеров, так и с помощью кредитных линий европейских банков. По итогам бизнес-форума, прошедшего в Загребе, свыше 40 хорватских компаний объявили о готовности к трансферту современных технологий и открытию совместного производства в нашей стране. Общий объем налоговых поступлений предприятиями индустриальной зоны «Онстук» в текущем году составил 4,5 миллиарда тенге. За пять лет они произвели продукции на 65 миллиардов и выплатили работникам заработной платы на 11 миллиардов тенге. Если такая динамика сохранится и дальше, то уже к 2017 году индустриальная зона полностью окупит средства, вложенные в строительство инфраструктуры. На территории промзоны сегодня реализуется 71 проект на сумму, превышающую 80 миллиардов тенге. Здесь удалось на каждой бюджетной тенге привлечь 17 частных инвестиций. В целом в области уже создано 11 индустриальных зон и на их территории реализуются 162 проекта. И количество предпринимателей, желающих строить свой бизнес на их площадках, каждый день растет. Льготные кредиты предлагают казахстанским покупателям и банкам российские бизнесмены. Правда, только на покупку российской же продукции. Об этом сегодня в Астане заявил управляющий директор российского экспортного центра Константин Евстюхин. В казахстанской столице появилось представительство этого центра – российский торговый дом. Сегодня прошла первая бизнес-систем с участием предпринимателей двух стран. Уже сейчас разработан комплекс мер по поддержке бизнеса в поиске новых партнеров, реализации проектов, страховой и финансовой поддержки. Всего 60 проектов в различных сферах, прежде всего в машиностроении, строительстве, медицине, IT и энергетике. И это пока все. Встретимся завтра, а я вновь передаю слово своей коллеге для продолжения основных событий дня. Асем? Спасибо, Айранн. А мы продолжаем выпуск «Событиями в мире». Проливные дожди, обрушившиеся в последние дни на Францию, привели к сильным наводнениям, которых в ряде районов не случалось около ста лет. Не обошла стороной непогода и Париж. Уровень воды в Сене повысился более чем на 4 метра. По столичной части реки прекращено движение барж и прогулочных судов. Затоплены набережные. Несмотря на то, что дожди в городе прекратились, вода продолжает пребывать со всех притоков Сены. Во властью сильнейшего циклона оказалась и Чехия. Мощный ливень обрушился на Прагу, из-за чего за несколько минут опустел всегда заполненный туристами знаменитый Карлов мост. В Германии из-за непогоды серьезно пострадали южная и юго-западная части страны. Улицы некоторых городов превратились в реки. Потоки воды уносили автомобили и сломанные деревья. Затоплены многие дома и магазины. В ряде баварских районов объявлен режим тревоги. Некоторых людей эвакуируют прямо с крыш их домов. В столице Сомали в 15-ти тракта 15 человек стали жертвами около 20. Раненый террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль к отелю «Амбассадор», расположенному в центре города. Затем туда устремились вооруженные боевики, захватившие нескольких человек-заложники. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб». Среди убитых двое депутатов парламента страны, живших в отеле, который хорошо охранялся, и где часто бывали видны политики и бизнесмены. Спустя несколько часов после нападения спецслужбы продолжали перестрелку с засевшими в отеле исламистами. Стоит напомнить, группировка «Аш-Шабаб» регулярно совершает теракты в Сомали. В Швейцарии прошла торжественная церемония открытия самого длинного в мире железнодорожного туннеля. Строительство продолжалось 17 лет и обошлось примерно в 11 миллиардов евро. Длина его 57, а глубина около 3 километров. По туннелю уже прошли два первых поезда с пассажирами, выигравших поездку в лотерею. Строительство велось одновременно с севера и с юга. Встреча проходчиков произошла 6 лет назад. После этого здесь велись отделочные работы и устанавливалось оборудование. Пассажирские поезда будут двигаться по туннелю со скоростью 250 километров в час и ежегодно перевозить 15 тысяч человек. Регулярное движение поездов начнется в декабре. Обзор международных новостей подготовила Эльвира Ликерва по материалам интернет-ресурсов. Накануне ночью в Алматы накоренился сданный в эксплуатацию полтора года назад девятиэтажный дом. Жители аварийной новостройки эвакуировали. Об этих и других событиях, произошедших в стране, в блоке новостей республики. ЧП произошло в Алатауском районе, в микрорайоне Алгабас-6, который расположен на пересечении улиц Мумуш-Ула-Акансара. Девятиэтажный дом дал крен в 32 сантиметра. Более 200 человек разместили в гостиницах. Пострадавших нет. 72-квартирный дом был сдан в 2014 году. Специально созданная комиссия выясняет причины наклона дома. Снимается проба почв, и на основании всех данных будет принято решение по состоянию здания. По словам жильцов, во время обильных осадков затапливала подвал дома. Сегодня в Астане открылась четвертая выставка вооружения и военно-технического имущества «Кодекс-2016». В этом году отличительной особенностью этого грандиозного осмотра возможностей оборонно-промышленного комплекса является не только разнообразие представляемой техники, но и интересные уникальные акции, которые приурочены к выставке. Военнослужащие казахстанской армии показали свое профессиональное мастерство на военных автомобилях. 30 «Хаммер», за рулем которых находились военнослужащие, выстроили на поле надпись «Кодекс». Таким образом, казахстанцев поздравили с началом выставки. Двухлетняя девочка чудом выжила после падения с шестого этажа в Актупе. Она упала прямо на землю. Ни козырьков, ни бельевых веревок, что могло бы снизить скорость падения, не было. При этом ребенок не получил ни одного перелома. У нее были только ушибы внутренних органов, головного мозга и рана на подбородке. В областной детской больнице сообщили, что сейчас состояние девочки стабильное. По словам матери, гиперактивная девочка нашла спрятанную ручку от окна балкона и открыла его, пока мама была на кухне. Новости республики подготовлены по материалам интернет-ресурсов. В третье воскресенье июня работники самой сложной и востребованной профессии отметят свой профессиональный праздник. В Алматинской области его будут встречать свыше трех тысяч сотрудников здравоохранения. Среди них и врач-терапевт Альмира Желкобаева. Она воплотила свою детскую мечту и сегодня гордо носит высокое звание врача. Мечты сбываются еще в детском садике. Альмира Желкобаева делала уколы куклам и выписывала своим игрушечным пациентам рецепты. Теперь от ее каждого назначения зависит здоровье и даже жизнь человека. Младенческие грезы воплотились в реальность. Вот уже 16 лет она ведет врачебную деятельность. Настоящий терапевт должен полностью в душу вложить пациента. И когда видит уже результаты лечения, что идет улучшение, идут благодарные тебе пациенты. Ну вот, я думаю, в этом суть. Я очень люблю свою профессию, люблю ходить на работу, мне нравится. Иду с улыбкой, встречаю по дороге всех пациентов, даже в магазин, на работу, куда-то иду, все здороваются. Думаю, а вот у него то-то, то-то, и вспоминаю диагноз сразу. Альмира Первый, пока единственный медик в семье, неприверженность династии Зувсердца, позвал меня в медицину, признается женщина. Она всегда хотела быть терапевтом и после окончания Казахского государственного университета имени Асфандиярова девушка устроилась на работу в один из участков поликлиники города Талткурган. Сегодня Альмира Желкебаева уже признанный специалист с безупречной репутацией и непреклонный авторитет для трех тысяч своих пациентов. Прелестно, очень хорошо. Почему? Потому что нежно. Нежные слова человека лечат. Самое главное – нежность, ласкость, доброта. Это самое лечебное лекарство. Я думаю, это очень доброе и ласковое, и нежное. И она мне даже такие лекарства написала, которые три дня я попила, и вот я даже не забыла то, что у меня был приступ. Я и сегодня пришла опять таком ласковым, нежным, принимает, и мне даже приятно. Даже неохота даже. Доброй коллегой стала Альмира. И для всего коллектива городской поликлиники молодой врач помогает старшим товарищам освоить новые инновационные методы лечения. Это высокоприфицированный специалист. Я даже вот с большим стажем хожу консультироваться к ней. Это добрый, отзывчивый человек. Она всегда найдет ответ на все вопросы. И больные очень любят ее. Всегда уходят удовлетворенные. Альмира Жалкобаева регулярно наведывается к участнику войны Ивану Ивановичу Григоренко. Ветерану уже почти 90. Часто скачет давление и подводит сердце. Без постоянного присмотра лечащего врача. Отец бы не обошелся, рассказывает дочь фронтовика. Достойные они своей работы. Молодцы, несут как вахту такую. Тяжелая работа. Но с людьми они, с больными, со стариками умеют находить общий язык. Как позвоним, к нам приходит врач наша, Альмира Тлеужановна. Такая внимательная, она добрая, дает хорошие советы. И словом, и делом помогает. Рабочий график участкового врача не нормирован. Пациенту может понадобиться помощь в любой момент. Быть на страже здоровья людей – это тяжелый труд. Но такое жизненное кредо молодого врача Альмиры Жалкобаевой. Даже ночные звонки в радость признается она, если спасена чья-то жизнь или здоровье. Конечно, вижу себя в этой профессии и в дальнейшем. Мои пациенты – это моя большая семья, которые в моем сердце живут. Ежедневно я думаю о них. И думаю, мое призвание – это быть врачом-терапевтом. Как с помощью обычной салфетки создать уникальные ручные подделки? А из теста и других, казалось бы, на первый взгляд, простых предметов обихода изготовить оригинальные сувениры. Школьники Жажаркента, секреты приглотного искусства, знают практически все и сами создают удивительные по конструкции и красоте подделки. За процессом их создания наблюдала и наша съемочная группа. Айдана Смаилова с гордостью демонстрирует одну из самых любимых своих работ. Юная мастерица вспоминает, сколько терпения, сил и усидчивости ушло на создание этого творения. Изготовлено оно из простых предметов домашнего обихода – на создание автопортрета. Девочка затратила свыше тысячи гвоздей и два матка нити. Этот особый вид переплетения нити придумали английские ткачи еще в 17 веке. Это направление требует большой сконцентрированности и точного исполнения. Я выполнила эту работу в течение месяца и представила ее членом комиссии на защите дипломной работы. Ее оценили на отлично. В небольшой галерее школы искусств Жажаркента сотни таких уникальных поделок. Кожаные, масляные и аэрографические картины. Макраме, папье-маше. Особое почетное место в этой коллекции юных мастеров занимают корабли. От полуметровых до самых крохотных в несколько сантиметров. Их юные мастера поместили в бутылку и даже в обычную электрическую лампу. Всем азам и тонкостям этого ремесла их учит Еркебулан Успанбек. Мастеру прикладного искусства всего 23 года. А он уже является призером многих республиканских выставок. Опытом и идеями теперь он делится со своими учениками. Моя главная цель – раскрыть творческий потенциал ребят. Помимо традиционных направлений, в декоративно-прикладном искусстве я стараюсь внедрять новые. Так сейчас популярным стало направление пейп-арт. Это удивительная техника – декорирование разнообразных предметов с помощью обычных бумажных салфеток. Сейчас в школе искусств последние занятия. Дальше – летние каникулы. А вместе с тем и новая пора, чтобы получить массу вдохновений и впечатлений. А с началом нового учебного года реализовать багаж творческих идей для создания уникальных творений искусства. Лаура Байбачанова, Абзол Нусипов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Чуть больше полугода осталось у казахстанцев, чтобы узаконить имущество, ценные бумаги и вывести из тени сбережения и долю участия в уставных капиталах предприятия. Напомним, кампания по легализации правительством страны продлена до декабря 2016 года. В этой связи сейчас во всех регионах республики проводится большая информационная работа, дабы довести до каждого гражданина важность программы. С самого начала акции Алматинская область вышла в лидеры по числу поступивших в комиссии заявления на легализацию имущества и капитала. В числе лидирующих в ЖТСУ четыре района – Карасайский, Инбекши, Казахский, Литский, Толгарский. Не отстает и Панфиловский район. Так, с начала старта акции на рассмотрение комиссии поступило свыше 800 заявлений. 714 были одобрены, подытожили результат члены комиссии. Необходимо, чтобы граждане воспользовались этой возможностью и надлежащим образом зарегистрировали свое имущество и привели в порядок документы, не опасаясь штрафов и правовых последствий, пояснили специалисты. К слову, в каждом сельском округе созданы спецштабы, которые охватывают все населения района. И тем не менее, масштабная информационная кампания продолжается. Два раза в неделю проводятся заседания комиссии, где подводятся результаты легализации. Активность граждан высокая. Заявления поступают. Каждая из них члены комиссии рассматривают в течение 10-15 дней. С целью охвата информации населения мы еженедельно размещаем статьи в местные газеты. Разместили билборды в селах. Вновь напоминаем жителям района, до завершения акции осталось всего 7 месяцев. В рамках плана нации «Сто конкретных шагов» с 1 января этого года в судебной системе Казахстана внедрен ряд новшеств. Касается всех судов, в том числе и военных. Информацию об этом на брифинге председатель военного суда поделился с представителями СМИ. Так, судебные процессы перешли от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой. В обязательном порядке ведется аудио-видеофиксация всех судебных процессов. И судья не имеет возможности для приостановки записи или ее редактирования. Также каждый гражданин может подать свой иск как в бумажном варианте, так и электронном через интернет-портал. Введенные новшества, по мнению экспертов, дают возможность сформировать прозрачность работы судов. Приняты ряд изменений, то есть в гражданском, как в гражданском, так и в уголовном законодательстве. То есть для чего это делается? Для упрощения всяких судебных процедур. То есть здесь имеется и гласность, и в целом открытость и прозрачность судебных заседаний. Все это делается для удобства населения, то есть для удобства граждан. Акция «День открытых дверей» в рамках Дня защиты детей прошла в областной прокуратуре. Здесь собрались старшеклассники городских школ и студенты юридического колледжа. Им показали рабочие места прокуроров и разъяснили основные направления надзорного органа. Также собравшимся продемонстрировали социальные видеоролики о последствиях мелкого хулиганства, экстремизма и терроризма. В ходе мероприятия студенты и школьники посетили музей прокуратуры Алматинской области. Во время экскурсии дети ознакомились с историей и традициями работников государственного органа, с ветеранами и героями прокурорской службы. После чего приглашенные гости встретились с прокурором Алматинской области. Собравшиеся активно задавали интересующие их вопросы. Габит Миразов поделился с участниками мероприятия своим опытом работы в надзорной службе. Завершение беседы прокурор области дал напутствие будущим выпускникам юридического колледжа. Целью данной акции является ознакомление подрастающего поколения с деятельностью органов прокуратуры, о проводимой работе по защите прав социально уязвимых слоев населения и так далее. Участникам акции в целях профилактики правонарушений, профилактики экстремизма, терроризма были показаны видеосюжеты, видеоролики, снятые органами прокуратуры о зле терроризма, экстремизма, воровства, мошенничества и других пагубных вещей. Все лучшее детям. Первый день лета с большим размахом встретили малыши Кербулакского района. Яркая праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей, прошла на центральной площади. Организаторы постарались на славу, чтобы праздник запомнился надолго. Более 300 ребят получили подарки и словно побывали в сказочном путешествии. Веселое гуляние ребятни началось с раннего утра. Персонажи любимых мультфильмов и герои сказок развлекали детвору, вызывая восторг и смех у каждого юного зрителя. Множество приятных мгновений доставили маленьким Кербулаксам и различные викторины. Победителям конкурсов раздавали призы. Впрочем, подарки получили все без исключения. Помимо спонсоров, все 300 ребят ценные призы подготовил Акимат. Руководство района порадовать решило и детей, живущих в самых отдаленных селах. В каждый населенный пункт отправился автокараван с подарками. В районе проживают 50 600 человек. Из них 8 500 – это дети. Молодежь – будущее страны, главное богатство государства, вечный двигатель страны. И все зависит от того, как мы их воспитаем. Вырастив конкурентно способную молодежь, мы войдем в 30 самых развитых стран мира. И все, что мы делаем сегодня – это ради наших детей, ради нашего светлого будущего. На празднике занятия по душе нашлось всем без исключения. Начинающие художники разрисовали асфальт, любители же спорта мерялись силой в спортивных эстафетах. Сегодня день защиты детей. Мы рисовали на асфальте, пели песни, танцевали, играли и получали подарки. Нам очень понравились, мы счастливые дети. Спасибо за этот красивый концерт. Поздравляю всех, живое счастье, удачи, всегда, чтобы хорошо учились. Удачи! Взрослые сделали все, чтобы для детей этот день стал по-настоящему особенным и запомнился надолго. Кроме общего веселья, для детей из реабилитационного центра «Сладкоежка». Ужана Дельханова, Ержан Дюйсен, телеканал ЖДСУ, из Кирблакского района. Более 900 ребятишек в этом году планируют провести летние каникулы в детском лечебно-здоровительном санатории Коктала-Расан-Панфиловского района. Известен он в Казахстане не только красотой своей природы, но и лечебными процедурами. Отметим, из года в год число желающих провести здесь время становится больше. Тому причины интересные и познавательные уроки. В этом году для своих маленьких гостей лагерь подготовил еще одну насыщенную программу. Все подробности в следующем сюжете. После сезонного перерыва лагерь Коктала-Расан вновь окунулся в яркие краски лета и готов встречать с первыми лучами солнца своих маленьких гостей. Первый сезон собрал более 90 мальчиков и девочек из Панфиловского района. В течение 10 дней они познакомятся не только с новыми друзьями, но и живописными уголками этой местности. Друзья Жанатпек одна из тех детей, кто с нетерпением ждет новых знаний об окружающей природе. Не раз слышала о красоте этой горной местности, делится она. В будущем девочка мечтает стать биологом. Я приехала сюда в первый раз. Мне друзья уже рассказывали о санатории, как здесь воспитывают. Мне уже было очень интересно. Мне уже нравится сейчас эта природа здесь. Очень красиво. Я надеюсь, что я найду здесь хороших друзей. Коктала-Расан хранит 40-летнюю историю. За это время здесь изменилось многое, кроме теплого и дружеского отношения воспитателей. Это и есть главная изюминка санатория, делятся они. Дополнит ее и превратит летние каникулы детей в настоящий праздник, насыщенная программа лагеря. Включает она в себя четыре направления. Знакомство с природой, историей, любовь к родным и близким, а также уроки дружбы. Все это будет проходить в форме интересных игр и конкурсов. К слову, в этом году для детишек приготовили еще одну незабываемую программу. Мы приготовили для детей сюрприз маленький. Это мы на пятом направлении. Это в природе мы создали искусственные озера. Там катамараны для детей, чтобы они нормально отдыхали. Потом место готовим для костера, чтобы они поехали самостоятельно. Там будет ангоник, сами готовят. От чего можно спасаться природе, от чего можно бояться, как сохранить после себя, как себя вести, природу, как защищать. Вот это дает детям быть самостоятельным. Лечение физиоаппаратами, массаж, фито-чай, грязевые ванны, а также вкусная здоровая пища, богатая витаминами, позволят улучшить здоровье детей. На это здесь делают главный акцент, ведь это одна из основных целей лечебно-здоровительной программы санатория. К слову, пройти все эти курсы в течение трех месяцев планируют около 900 детей из разных районов области. Асем Кощегов, Вайдос Калиев, телеканал ЖТСУ, из Панфиловского района. Представители Акимата города Талдыкурган на время летних каникул заготовили для школьников насыщенную программу. Любители туризма и спорта, например, ждут незабываемые туристические походы и экскурсии в прекрасные по своей красоте места в окрестностях города Текили. Многие ребята в течение летних каникул смогут посещать кружки по интересам и спортивные секции. В нашем городе 33 спортивно-оздоровительных клубов, которые работают на платной основе, но полностью выполняют задачу развития массового спорта. Многие из них готовят спортсмена высшего мастерства. В ней школьных каникул стартуют и самые любимые среди мальчишек футбольные баталии на призы Блгара Доп. Это ежегодные соревнования, популяризирующие здоровый образ жизни среди подрастающего поколения. Проводятся по четырем возрастам. Кроме всего прочего, к услугам ребят комплексные спортивные площадки, расположенные в микрорайонах Досток и Самал, где ребята смогут покататься на роликах, поиграть в теннис и поплескаться в бассейне. Организация летнего отдыха детей по-прежнему остается первостепенной задачей для руководства города Талдыкурган. Кроме полезного времяопровождения в загородных лагерях на городских школьных стадионах, для ребят будут организованы и различные соревнования по игровым видам спорта. Это популярный турнир по футболу Блгара Доп, в котором ожидается участие около 80 детских футбольных дружин. Также будут проводиться состязания по баскетболу, волейболу, большому и настольному теннису и многие другие. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова